Добрый день, уважаемые студенты! Вашему вниманию предлагается курс лекций по учебной дисциплине «Информационные права». Разрешите более подробно, чем было изложено в слайдах, раскрыть структуру данного лекционного курса. Как вы уже поняли из слайдов, лекционный курс состоит из трех лекций. Первая лекция – это «Информатика как отрасль научного знания и объект правового регулирования». Вторая лекция – «Системы содержания правового регулирования в сфере информатизации». Третья – «Информационная безопасность и защита информации». Сегодняшняя лекция посвящена теме «Информатика как отрасль научного знания и объект правового регулирования». Как уже было сказано ранее, данный курс лекций предназначен для студентов высшего профессионального образования юридического профиля. Содержание лекционного курса раскрывает наиболее важные понятия науки информационного права, систему информационного законодательства и проблемы обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Содержание основных положений федерального законодательства. Третья часть лекции посвящена одной из наиболее актуальных проблем современности, это защита информации, обеспечение информационной безопасности в современных условиях. Будут приведены выдержки из административного и уголовного законодательства, нормы об ответственности за нарушение в сфере информатизации, а также за совершение компьютерных преступлений. В лекционном курсе будут рассмотрены вопросы, такие теоретически будем говорить, как понятийные категории информационного права, право граждан на информацию, понятия и различия между служебной, государственной, коммерческой тайной. Существенное внимание в лекции будет отделено раскрытию понятия, структуры, видов, различных видов информационных ресурсов. По каждой лекции будет переведена литература, официальные документы, которые вы можете найти в библиотеках. Цель данного курса – это сформировать у будущих юристов понимание информационной правовой культуры, а также достижение таких дидактических задач, как приобретение знаний о возможностях и преимуществах информатизации и компьютеризации в сфере правоохранительной деятельности. Активизация познавательных потребностей в сфере практического использования норм права, а именно в сфере правоприменительной и правоохранительной деятельности нашего государства. В результате изучения данной дисциплины студенты, как представляется, должны знать предмет задачи и структуры лекционного курса, основные понятия информационного права, основные направления осуществления информационной политики, особенности и проблемы информатизации правоохранительной и правоприменительной деятельности, а также основные элементы системы защиты информации. По каждой лекции будут переведены контрольные вопросы, на которые вы можете ответить для себя и в порядке самоподготовки. Итак, сегодняшняя лекция посвящена информатике как отрасли научного знания и объект правового регулирования. Прежде всего, разрешите сказать несколько слов, будем говорить, по введению в данную часть лекционного курса. Современные информационные технологии, по всеобщему признанию, занимают ведущее место среди телефонных, телекоммуникационных, кабельных сетей, спутникового и эфирного вещания. Так, объем информации, циркулирующей в интернете, превышает все имеющиеся ресурсы в обычных средствах массовой информации. Повышение социальной и государственной правовой роли информации в едином информационном пространстве привело в Российской Федерации не только к трансформации сложившейся в данной сфере общественных отношений в виде появления качественно новых общественных отношений, а именно информационных отношений. Обозначилась социальная потребность и в правом регулировании информационных отношений путем их закрепления в соответствующей отрасли права, развитие которых шло по пути активного формирования новой комплексной отрасли права, а именно информационного права. Разработка и реализация международных и национальных программ создания информационных сетей и информационных технологий, основанных на непрерывном внедрении новейших средств, вычислительной техники и связи, систем коммуникации, является по убеждению всего мирового сообщества ключевой задачей вхождения в трансграничное информационное общество, а именно общество 21 века. Достаточно сказать, что европейское сообщество еще в 1994 году обозначило построение информационного общества в качестве приоритетной задачи. Информационное общество – это общество, где процессы информатизации и все отрасли, связанные с информационными услугами, а именно телекоммуникационные, компьютерные и так далее, доминируют в социально-экономическом развитии. Естественно, это связано с предоставлением со стороны государства информационных услуг, под которыми мы можем понимать действия субъектов, и в частности собственников и владельцев по обеспечению пользователей информационными продуктами. Информация, как основной компонент единомирового информационного пространства, оказывает универсальное влияние практически на все стороны жизнедеятельности человека, общества и государства. Сегодня именно глобальное информационное воздействие определяет многие личностные, а именно образовательные, культурные и тому подобные характеристики человека. С помощью развития информационных телекоммуникационных сетей общество приобретает возможность последовательно формировать уникальный потенциал, а именно национальные информационные ресурсы, прикладное значение которых обеспечивает устойчивые темпы экономического роста в условиях ограниченных, возможно, природных, трудовых, финансовых и иных традиционных ресурсов. Информационный ресурс представляет собой массив или, может быть, также и отдельным документом, иной визуально воспринимаемый объект, который аккумулирует сведения, то бишь информацию, сформированные по определенному признаку, либо критерию. Уместно в этой связи привести прогностическое высказывание одного из отечественных ученых Громова. В конце этого столетия информационные ресурсы станут основным национальным богатством, а эффективность их промышленной эксплуатации во все большей степени будет определять экономическую мощь страны в целом. Современный этап становления новой российской государственности сопряжен с кардинальными российскими изменениями во всех составляющих инфраструктуру общества. А именно, в информационной сфере прежде всего. Основной тенденцией развития является не столько интенсивное развитие собственных вычислительных систем, сколько широко использование информационных технологий в процессе подготовки и реализации управленческих решений органами государственного власти, как в центре, так и на местах. Основной тенденцией развития информационного поля и его вхождения в мировое информационное пространство. Естественно, для того, чтобы определить информационную составляющую развития общества и государства, необходимо рассмотреть ряд ключевых понятийных категорий. Обмен информацией возник, как вы знаете, из своей жизни, из истории, несколько миллионов лет назад, вместе с первыми приемами общения. А это нечленораздельные звуки, мимика, жесты, прикосновения. С появлением устной речи, а это произошло около 100 тысяч лет назад, появилась возможность накопления информации, ну, в памяти человека, на индивидуальном уровне, естественно. Следующий этап – это возникновение письменности. Возникновение письменности дало человечеству коллективную, общественную память и фиксировать те или иные сведения на материальных носителях. Позволило также реализовать целый набор методов циркуляции и переработки информации. Сбор, передачу, переработку, хранение и доведение до пользователя и потребителя, будем говорить так. Эти возможности открыла фиксация информации на материальных носителях, как я уже говорил, в качестве которых были выделены такие, как шкуры животных, изготовленные из тростника папиросные свитки, берестяная кора, глиняные деревянные дощечки, ткани и, наконец, наиболее распространенный материальный носитель информации – это бумага. В связи с чем технологию накопления и распространения информации стали называть бумажной информатикой. Итак, информационная символика претерпела ряд существенных изменений. Сначала это пиктографическое письмо, идеографическое письмо, рисуночное иографическое письмо, иерографическое письмо, сохранившиеся, кстати говоря, до сих пор в некоторых странах Азии, клинопись, линейное слоговое письмо и, наконец, алфавитное письмо. Совершенствовались также системы представления числовой информации, а это позиционная система счисления в Вавилоне, римская система счисления, арабские цифры. Были обозначены с помощью информационной символики и вещества, химические соединения, операции, приборы, математическая символика, в конце концов, стала пробивать себе дорогу в жизнь. Если говорить об информации в более широком смысле, то следует учесть, что она может быть выделена и выражена в другой воспринимаемой человекой объективизированной форме, а именно в предметах, коллекциях тех или иных материальных объектов, в запахах, шумах и тому подобное. Речь идет о том, что кроме письменно выраженной информации существует множество ее источников и носителей. В этом ряду документированная информация является той организационной формой выражения информации, которая сегодня наиболее распространена. И можно ее определить как особый вид информации, то есть документированной. Об этом будет сказано достаточно подробно ниже. Подводя итог эволюции системы представления информации, можно отметить общую тенденцию создания наиболее рациональных форм информационной технологии. Революционным в этой связи процессом развития методов и средств целенаправленного изменения как-либо свойств информации стало образование совокупности информационных технологий, которые получили такое историческое выражение, как книгопечатание, появление парового двигателя как основы машинного производства и разворачивание, будем говорить, на промышленном уровне возникновения тех или иных материальных источников в виде книг, таблиц, свитков, получивших широкое распространение как в политической сфере, правовой сфере и бытовой сфере. Итак, что же такое информационная технология управления? И что же такое информационные услуги, которые были предоставлены, будем говорить, населению, в связи с развитием книгопечатания? Ну, информационные услуги – это прежде всего действия субъектов по обеспечению пользования информационными продуктами. А информационные технологии управления – это уже представляет собой совокупность средств и методов обработки информационных данных, объединенных в системы и обеспечивающих целенаправленное создание, передачу, хранение, обработку и отображение информационных данных с целью достижения максимальной эффективности решения тех или иных задач. Ну, а задачи какие могут быть? Это, еще раз говорю, это и политические, и правовые, и бытовые. По существу стало возможным начало нового этапа научно-технического прогресса, который в полной мере можно связать с развитием информатизации общества. Главным качественным содержанием информационных технологий стало рождение систем научно-технической терминологии, которые выражены в основных отраслевых знаниях. Количественным отображением данного процесса являлось тиражирование книг, газет, журналов, географических карт, технических чертежей, а также первых энциклопедий, которые стали своего рода стационарным информационно-поисковым, будем говорить, источником знаний на алфавитной основе. Так что же такое информационно-поисковая система в наиболее общем виде? Эта система предназначена для долговременного хранения и поиска по запросам информационных данных определенного класса. Новый этап в развитии информационных технологий связан уже с достаточно бурным развитием научно-технической эволюции. И в частности, это изобретение электрического телеграфа в 1832 году. Возникновение фотографии в 1839 год, телефона в 1876 год, радио в 1895, кинематографа в этом же году, беспроводной передачи изображений на расстоянии в 1907 год, и промышленного телевидения, то есть с конца 20-х годов 20-го столетия. Наступил период создания общемировой системы сосредоточения, хранения и быстрой передачи информации в наиболее удобной для пользователей форме. Это превратило информацию в движущую силу социального, экономического и научно-технического прогресса. Определило ее ведущую роль на современном этапе технологической и научно-технической революции. Превращение информационных технологий в интеллектуальную индустрию, можно так сказать, сопровождалось появлением, а это примерно в 60-е годы 20-го века, а затем и широким использованием электронных средств вычислительной техники. Современный же этап развития информационных технологий характеризуется повсеместным распространением компьютерной техники, автоматизированных систем управления, ОСУ, что получило наименование «безбумажной информационной технологии». Посмотрим более внимательно и выпишем себе в конспект, что есть информационная технология, как ключевое понятие науки информационного права. Информационная технология – это система средств и методов сбора, обработки, анализа и оценки информации, используемой в процессе выработки управленческих решений. Становление понятийного аппарата науки информационного права можно отнести к началу 20-го века, где под информацией понималась такая элементарная категория, как передача каким-либо способом сведений, сообщений, но с развитием вероятностных методов определения информации, семантической теории информации и особенно средств учредительной техники и связи, понятие информации стало приобретать не столько научно-техническое и даже не социально-экономическое, правовое, а в целом, можно сказать, общенаучное значение. Информация может быть определена двояко в связи с этим. Прежде всего, это организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов. В более узком значении под информацией следует понимать сведения, данные о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления. В конце 60-х годов стала формироваться новая комплексная отрасль научных знаний, так можно определить ее как информатика, охватывающая как информационную технику, так и теорию научной информации и научно-информационной деятельности, получившей наименование в некоторых трудах ученых как документалистика. Коренным понятием в данной ветке теоретических знаний документалистики является понятие документа. Зафиксируем его в себе более четко в конспектах. Итак, документ – это материальный объект, зафиксированный на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения. Предназначенный для передачи во времени, пространстве в цели сохранения и общественного использования. В период становления и развития информатики, когда под информацией понималась не только совокупность сведений и данных о действующем праве и практике его осуществления, но и сведения о правотворчестве, о научных и теоретических разработках в области права, происходила классификация ее с точки зрения источников, в число которых относились прежде всего нормативные юридические акты, издаваемые органами государства, а именно законы, указы, постановления и иные письменные документы, закрепляющие решения соответствующих государственных органов и направлено на установление изменения либо отмену ранее принятых юридических актов. В этой же связи следует упомянуть о практике рассмотрения дел в органах правосудия, государственного арбитража. Она также получила отражение в соответствующих официальных документах, например, решения арбитражного суда. Можно к этому отнести к источникам информации правовой, имеется в виду сведения, получаемые из официальной статистики о состоянии преступности, данные криминологических исследований и тому подобное. В этой связи можно считать, что под информатикой следует понимать некую сферу человеческой деятельности, связанной с созданием и применением систем обработки информации, включая средства вычислительной техники, их программное и математическое обеспечение, а также под информатикой мы можем понимать особую науку, изучающую информацию и ее свойства. Наука информационного права, имея свои исходные начала в теории права и в теории научного знания в целом, и будучи тесно связана с отраслевыми юридическими науками, изучает всю совокупность норм права, регулирующих информационные отношения в обществе, практику их применения, и особо в качестве самостоятельного объекта исследования, это процессы информатизации. Понятие информатизация появилось в научной литературе в начале 80-х годов прошлого века и употреблялось наряду с такими понятиями, как кибернизация, компьютеризация, электронизация. В широком смысле под информатизацией понимался в литературе тех лет всеобщий социальный прогресс производства и повсеместного использования информации как общественного ресурса, обеспечивающего интенсификацию экономики, ускорение научно-технического прогресса страны, процессов демократизации и интеллектуализации общества. Информатизация же в узком смысле, будем говорить прикладном, предусматривает массовое внедрение методов и средств сбора, обработки, передачи и хранения информации на базе средств вычислительной техники и средств передачи информации. Решение же сложных задач информатизации государственной правой деятельности в нашей стране потребовало формирование новой, междисциплинарной системы научных знаний науки информационного права, то есть науки о закономерностях и особенностях информационных процессов в сфере деятельности правоохранительных органов. Итак, мы можем считать, что информационные процессы в сфере юридической деятельности отражают те процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации, ну и естественно юридического свойства. В предмет данной отрасли входят вопросы, относящиеся к автоматизации информационных процессов, о принципах построения и методах использования информационных систем, создаваемых для совершенствования и повышения эффективной юридической деятельности, и решения правовых задач на базе комплексного использования теории и методологии правовых наук, средств и методов математики, информатики и логики. Как видно, информационные процессы образуют в себе некую информационную систему, под которой мы можем с вами понимать, прежде всего, это организационно-упорядоченная совокупность документов или массива документов, то есть какой-либо совокупности, а также информационных технологий, в том числе, осуществляемых в различных сферах жизнедеятельности общества государства с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих, естественно, информационные процессы. Вот на что направлена информационная система. Эффективность же использования информационных технологий определяется четкостью этапов сбора информации. Под этим подразумевается, прежде всего, это разработка программы действий, подбор, подготовка исполнителей, создание необходимых условий, например, ограниционных, правовых, материально-технических, ну и обеспечение, конечно, творческой обстановки. В этом случае мы можем говорить о том, что информационная система начала свою жизнь и пошел процесс накопления и приобретения новых знаний, то есть начался информационный технологический процесс. Программа действий включает также и методологическую составляющую, а это определение содержания проблемы, то есть того или иного предмета, так сказать, деятельности, на который направлен информационный процесс. Задачи, объект, предмет, исследование, выработка паинтийных категорий, общее описание объекта и предметных исследований, выдвижение гипотез. Наряду с методологической составляющей, программа действий по реализации информационных технологий включает и процедурную составляющую, а это составление плана исследования, ну, под исследованием мы понимаем сбора, обработка и анализ хранения информации. Описание методов, технологических особенностей сбора данных, способов, их анализа в соответствии с ранее выдвинутыми гипотезами. Методы сбора правовой информации подразделяются на три основные группы. Это наблюдение, это опрос и изучение, либо, иными словами, анализ документов. Применение методов сбора социально-правовой информации в основном осуществляется программированными способами, ну, путем, прежде всего, предварительного составления, использования накопительных информационно-анателетических таблиц, анкет, опросных листов и тому подобных материальных, будем говорить, носителей. А на стадии подготовки проекта, нормативного, либо директивного акта, комплекса различных процедур, которыми определяется сбор и обработка управленческой информации, подготовка текста проекта, его согласование с заинтересованными организациями и лицами. Сбор информации же, мы говорим с вами о правовой информации, может быть ориентирован на полный, сплошной охват. Тогда можно считать подобный информационный массив, как отождествляемый с таким понятием, как генеральная совокупность. Речь идет о тех интересующих данных, единиц наблюдения, отражающих определенные источники информации, например, конкретные виды документов. Либо на определенную выборку, и тогда можем говорить о выборной, выборочной совокупности данных, характеризующих, но будем говорить то или иное явление в целом. Ну, допустим, правонарушения в сфере экономики. Хотелось бы, чтобы вы на понятии генеральной совокупности остановились более подробно. Итак, под этим понятием мы понимаем совокупность объектов, из которых производится отбор некоторых их частей для выборочного исследования. а понятие выборка определяется как подмножество, то есть часть подсистемы той генеральной совокупности, которая удовлетворяет определенным статистическим критериям. То есть тогда, когда перед нами стоит задача проанализировать в каком-либо аспекте то или иное явление из сферы обеспечения правопорядка. Наблюдение как метод сбора социально-правовой информации, как правило, применяется в комплексе с иными методами сбора информации, то есть с опросом, как я ранее говорил, анализом документов и тому подобное. И состоит в личном ознакомлении с положением дел, то есть состоянием то или иного уровня преступности в конкретном регионе. Ну, например, путем выезда в ту же командировку для изучения в конкретном регионе темпов преступности, допустим, так сказать. В практике сбора правовой информации выделяются следующие виды наблюдения. Это так называемое сплошное наблюдение, либо длительное, а также выборочное наблюдение, это эпизодическое. Разделяется наблюдение на включенное, в данном случае субъект управления, либо субъект сбора и анализа информации, в определенной степени находится самостоятельно, сам лично, среди объектов наблюдения, и не включенное в субъект управления, либо субъект сбора и анализа информации, происходящий процесс наблюдает со стороны, не вмешиваясь в их развитие. Разделяется также и открытое наблюдение, а именно, члены исследуемой группы извещены о проводимом за ними наблюдении, либо инкогнито, члены исследуемой группы не извещены о проводимом наблюдении. Можно разделять наблюдение на стандартизированное, это наблюдение производится в соответствии с четко поставленными задачами по предмету, по процедуре наблюдениями, и результаты его фиксируются в специально ранее разработанных информационно-аналитических таблицах, где четко указываются все единицы измерения. Заранее по программированному, будем говорить, сценарию данной работы. А нестандартизированное наблюдение осуществляется произвольно, вне четких предписаний по методике его проведения и основывается, как правило, на личном опыте того или иного субъекта управления. Ну и последнее, что бы хотелось сказать в отношении видов наблюдения, это полевое. Полевое наблюдение является, ну, будем говорить, предметом его, реальные социальные правовые явления, события, факты, а также лабораторное. Ну, в данном случае предметом наблюдения является приближенные к реальной действительности те или иные модели, будем говорить, прогнозируемые какие-то. Следующий метод сбора социальной правовой информации это опрос, который в зависимости от характера истребованной правовой информации, способов ее получения и типы ее интерпретации осуществляется путем непосредственно опроса в виде интервью, опосреданного или анкетного опроса, социометрического опроса. Он используется в качестве разновидности социально-психологического метода изучения, а результаты его проходят проверку путем заполнения документов и построения итоговой, как правило, в табличной форме, итоговой справки, справки, будем говорить, ну, обобщающие результаты опроса. А затем интерпретация результатов, то есть теоретическое осмысление полученных эмпирических результатов по заранее определенным содержательным частям. Ну, с тем, чтобы последовательность какая-то была. В зависимости от степени охвата генеральной совокупности различается сплошное опрос всей совокупности единиц наблюдения и выборочный опрос определенной части генеральной совокупности. Если опрос в виде интервью, либо, можно сказать, анкетирование, обращен к одному лицу, то выделяется индивидуальный опрос, а если же к членам какой-то группы в целом к ней, то групповой. По форме фиксации данных опроса могут быть устными, высказываются респондентами, регистрируются следователем, специальным, так сказать, материальным носителем, либо письменные ответы на вопросы фиксируются самим респондентом, то есть опрашиваемым лицом. В зависимости от способа общения с респондентами, различаются личные, очные и заочные опросы, а в зависимости от конструкции вопросов, открытые ответы даются в свободной форме, и закрытые варианты ответов фиксируются непосредственно в анкете, а также полузакрытые, это комбинация двух первых вариантов в целом. Следующий метод сбора информации является изучение либо анализ документов. Он представляет собой форму фиксации содержащихся в сведениях в личной, например, дневнике, письма, автобиографии, либо официальных источниках информации. Предметом анализа документов как метода сбора информации могут быть входящие и исходящие документы той или иной организации, документы периодической отчетности, справки, жалобы, заявления, обзоры, те, которые фигурируют в делопроизводстве государственных учреждений, общественных организаций, органов самоуправления. Официальные источники правовой информации можно подразделять также, как на письменные, текстовые, статистические, цифровые, иконографические, рисованные и фонетические, звукозаписывающие. Да, и надо отметить здесь, что изучение документов осуществляется, как правило, путем традиционного и формализованного анализа. Традиционными, качественными методами, в свою очередь, сводится, ну, будем говорить, к общим, а это к общим и специальным. Под общими понимаются изучаемые информации с помощью интуиции, логического толкования, теоретической интерпретации. Специальные методы, это изучение документов осуществляется на основе конкретных отраслей научного знания, ну, например, путем историко-правого анализа или социально-психологического анализа, той или иной интересующей нас совокупности тех или иных явлений. Особенностью формализационного количественного анализа, а это контент-анализ или анализа содержания документов, является то, что содержащаяся в документе информация, она измерима с точки зрения их количественных показателей, то есть смысловых единиц, будем говорить так, выявляемых определенными стандартизированными процедурами, например, с помощью сравнительных таблиц, куда заносятся те или иные интересующие данные. Иными словами, техника контент-анализа состоит в рассмотрении информации с точки зрения чистоты употребления в ней терминов сведений определенного содержания, то есть приведения количественного соотношения содержательных элементов текста, его акцентуации на какой-либо проблеме. Технологическая процедура контент-анализа сводится к выполнению следующих действий. Выделение единиц анализа, поиск в тексте индикаторов выбранных единиц анализа, статистическая обработка собранного информационного массива, ну и, естественно, оценка. Обработка и оценка правовой информации включает по меньшей мере два этапа. Это приведение в определенную систему первичных данных по однородным и сопоставимым признакам и подготовка итоговых данных в виде статистических каких-то таблиц, отражающих абсолютные относительные величины тех или иных правовых явлений. Итоговые данные подлежат комплексному анализу, где количественные и качественные характеристики раскрывают общую распространенность, устойчивость конкретного правового явления, изменчивость его отдельных признаков, а количественные указывают непосредственно на удельный вес данного явления в общем объеме типичных явлений, темпа роста и прироста на общем фоне, будем говорить, правовых явлений того или иного характера. Особое место в обработке правовой информации выделяются данные о динамике устойчивости, рассматривая той или иной правовой категории и их особенностями. Хотелось бы ваше внимание отразить, обратить на методах обработки информации. Ну, а для того, чтобы понять еще и еще раз, что мы понимаем под обработкой информации, мне бы хотелось показать вам следующий слайд. Обработка информации это процесс расположения в определенном порядке, придания ей завершенной формы, наполнения ее новым смыслом и значением. В этом смысле мы должны с вами четко определиться, что методы статистического анализа, наиболее достоверно отражающие те или иные фактические события, они обеспечивают первичную лишь обработку информации, группировку, корреляция, то есть вероятностная или статистическая зависимость между теми или иными, возможно даже случайными факторами, по тем или иным сравнительным признакам. Выделяются при этом показатели обобщающие и относительные, имеется ввиду по тем или иным фиксированным категориям. Корреляционный анализ, я вам должен доложить, это один из видов статистического анализа обработки информации. Он позволяет при выполнении некоторых условий найти форму, направление и величину взаимосвязей между признаками, то есть производится между ними корреляция, а иными словами соотношение. В анализе социальной правовой информации применяются наряду с корреляционным анализом математические методы. Они предполагают постановку и логическое осмысление задачи, выбор, сбор определенной совокупности количественных показателей и их возможное математическое моделирование. Находят себе место в анализе социально-правовых явлений и методах графического анализа. Они позволяют наглядно, то есть, будем говорить, схематично, представить с помощью моделирующих, аналитических, каких-то расчетных, графических средств содержание конкретного вида той или иной социально-правовой информации. Используются в этой связи таблицы, диаграммы, оргограммы, хронограммы, типограммы, а также иные количественные характеристики тех или иных явлений правовых. При подготовке аналитических материалов, отображающих состояние развития состояния обеспечения общественной безопасности, например, целесообразно используют следующие виды графических методов обобщения данной информации. Столбиковые диаграммы служат простейшему сопоставлению по принципу больше-меньше. Например, динамика роста административных повышений определенной категории в виде кривых ломаных линий, линейной графики. Они демонстрируют изменения изучаемых правовых процессов во времени в одной системе координат, как правило. К методам сбора анализа информации можно отмести метод социального эксперимента. Он представляет собой фактическое отражение действительности с целью проверки эффективности вырабатываемого того или иного управленческого решения, либо того или иного проекта нормативного акта. Социальные эксперименты различаются в зависимости от характера исследуемых объектов. экономические правовые педагогические от характера поставленных задач научно-исследовательская задача может быть практическая от характера логической структуры доказательства гипотезы это например параллельные при наличии экспериментальной контрольной групп производится сравнение получаемых результатов и последовательные это производится периодическое сравнение результатов только лишь экспериментальной группы. Процедурная часть проведения социального эксперимента включает постановку и уточнение задач а также основной гипотезы выбор эмпирического объекта в рамку которого предполагается провести эксперимент выработка общего плана планы экспериментальной и контрольной групп формулировку рабочих гипотез их уточнения создание экспериментальной ситуации посредством ввода в действие ну допустим гипотетической причиной проведения периодических измерений функционирующего объекта ну и естественно завершается социальный эксперимент его анализом и оценкой и так после того как мы с вами рассмотрели ряд понятийных категорий относящиеся к науке информатики в целом рассмотрели понятие информационных ресурсов методов совокупности сбора и анализа информации разрешите перейти к следующему разделу лекции а суть ее это социально-правовые предпосылки возникновения информационного права но в теории права принято считать что для возникновения новой отрасли права необходимы как минимум четыре условия это прежде всего наличие государственного интереса в создании конкретной отрасли права потребность в особом методе праворегулирования наличие или потребность в специальных правовых нормах а также четкое выражение специфики регулирования общественных отношений составляющих предмет самостоятельного я подчеркиваю самостоятельного праворегулирования информационного права полностью как самостоятельная отрасль права отвечает всем этим условиям и прежде всего в плане определения его предмета хотя по данному вопросу имеется различные точки зрения среди ученых юристов ряд из них рассматривает информационное право как новую отрасль комплексная отрасль публичного права изучающая информационные отношения как предмет праворегулирования совокупность субъектов информационных отношений и правовой режим информационных процессов по мнению других информационное право представляет собой систему норм права регулирующих общественные отношения в информационной сфере. Ряд ученых утверждает, что информационное право это тот правой фундамент информатизации общества, да и всего мира, пожалуй, активно формируется с помощью глобальных информационных систем и иных информационных технологий. Ну и последняя группа ученых, это основная группа ученых, отражает данные, будем говорить, теоретические воззрения на природу, юридическую природу информационного права, она сводится к тому, что под информационным правом следует понимать лишь только ту совокупность регулированных общественных отношений, которые действуют в рамках организационно-правых форм их регламентации, и они возникают лишь в процессе аккумуляции, аналитической обработки и распространения информации с помощью электронных средств. Надо сказать, что разнообразие подходов к пониманию сущности и содержанию информационного права не исключает их и единства, кстати говоря, что позволяет признать данную отрасль право в качестве самостоятельной и дать ей следующее определение. Информационное право – это формирующаяся отраслевая юридическая наука, изучающая совокупность норм права, регулирующих информационные отношения в обществе и содержащихся предписаний, которые относятся к информационной деятельности в целом. Предмет информационного права, а иными словами, специфическая сфера правового регулирования, определяется наличием совершенно новых для теории права понятий. А к таким понятиям следует отнести понятие информатизация, как мы уже рассмотрели с вами, информационные ресурсы, базы данных и другие. Определяется также ее уникальность и самостоятельность теми свойствами и качествами, органично необходимыми для жизнедеятельности физического либо юридического лица, а равны общества и государства в целом. Определяется и совокупность собственников, или, иными словами, владельцев информации, осуществляющих свою информационную деятельность как самостоятельно, так и на основе получения разрешения соответствующих лицензий от государства. Ну и потом надо сказать, что самостоятельность данной отрасли права определяется легитимностью пользования и распоряжения информации и установлением правовых рамок информационной деятельности, нарушение которых влечет наступление различных видов юридической ответственности, о чем мы с вами будем говорить несколько ниже. Таким образом, предметом информационного права является общественное информационное отношение, имеющее свое социально-правовое содержание. А специфика данных отношений обусловлена объективными особенностями самой информации и информационной среды. Информация в интересах государства занимает не последнее место, как мы уже с вами выяснили. И этот интерес возник с проведением государственной политики в области информатизации и построением в том или ином обществе, в том числе в Российской Федерации, информационно-правового общества. К сожалению, отставание России от общемирового уровня информатизации грозит неким отдалением нашей страны из цивилизованного мирового сообщества, а неконтролируемое распространение трансграничной сети интернет. Выколачивание, будем говорить, важнейших сведений и информационных ресурсов, составляющих национальное достояние России, грозит нарушение конфиденциальности тех или иных персональных данных подрывом независимости и суверенитета России. Мы с вами встретились с одним из основных, будем говорить, узловых понятий в области информационного права. Это так называемая конфиденциальная информация, от которой понимается прежде всего, это документированная информация, а доступ к ней ограничивается в соответствии с законодательством России. Пограничным, будем говорить, понятием с конфиденциальной информацией является данные, так называемые, персонифицированные, либо персональные данные, а именно сведения о фактах, событиях и обстоятельствах в жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, то есть определить его, выделить его из-за всей совокупности той или иной группы граждан. Несомненно, что в современных условиях становления российской государственности крайне необходимо принятие, например, таких государственных мер по вхождению в мировое информационное пространство, как формирование и развитие собственной национальной информационной структуры. Это реализация наиболее полной права на информацию в информационных сетях. Это обеспечение защиты личности, общества и государства от недоброкачественной, ложной информации и дезинформации. Это защита интеллектуальной собственности в информационных сетях и применение достаточно четкое и жесткое Норм об ответственности за правонарушения в информационной сфере. Социально-правовыми предпосылками возникновения информационного права, как самостоятельности отрасли права, являются и те правовые источники, которые на сегодняшний день действуют в информационном правовом пространстве нашей страны. Но прежде всего надо вспомнить, что данные предпосылки в свое время нашли закрепление еще в указе президента Российской Федерации 20 января 1994 года об основу государственной политики в сфере информатизации, а также в федеральном законе от 20 февраля 1995 года об информации, информатизации и защите информации. Основные направления государственной политики в сфере информатизации определены, как уже было сказано выше, в данном указе, к чему они свелись. Но прежде всего данный указ зафиксировал обеспечение условий для развития и защиты всех форм собственности на информационные ресурсы. Зафиксировано было и правовое содержание раскрыто, это федеральные и региональные информационные системы и сети, обеспечивающие их совместимость и взаимодействие, их функционирование, будем говорить, в едином информационном пространстве Российской Федерации. Получил нормативное закрепление создания условий для качественного и эффективного информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоправления, общественных организаций на основе государственных информационных ресурсов. Данным указом была определена необходимость обеспечения национальной безопасности в сфере информатизации, необходимость содействия формированию рынка информационных услуг, информационных систем. И главное, данный указ представлял собой нормативную правовую основу для осуществления и формирования единой научно-технической и промышленной политики в сфере информатизации, создания и совершенствования законодательства в сфере информационных процессов, информатизации и защиты информации. По существу государственная политика на основе правового регулирования ставит свои задачи скоординировать деятельность всех участников информационного процесса, повысить уровень обеспечения информатизации деятельности государства и общества и граждан. И на основе данной политики выйти на решение социальных, экономических, военных и каких угодно тех задач, которые стоят перед каждым государством. Именно поэтому в нашем обществе и сформировалась потребность в упорядочении тех или иных общественных отношений, а именно речь идет об информационных отношениях, о правах сторон, участвующих в процессе информационного обмена, потребность в юридическом оформлении процессов создания, распространения, передачи, купли, продажи так называемого информационного продукта, а также охрана авторских прав в создании правовых основ предупреждения и пресечения правонарушения в сфере информатизации. Вы обратили внимание, что в нашем лексиконе появился новый термин – это информационный продукт. Под информационным продуктом мы должны с вами понимать документально оформленную, либо документированную информацию, которая подготовлена в соответствии с потребностями пользователя и предназначена для удовлетворения потребностей пользователей, либо потребителей информации. Как видно, информация в различных ее видах является центральным объектом, регулируемых или подлежащих правам урегулирования отношений в информационной сфере, совокупность которых складывает между субъектами права в информационной сфере, образует особый вид правоотношений, информационных правоотношений. Выше названное позволяет определить информационное право как систему, охраняя государством социальных норм и отношений, возникающих в информационной сфере, в сфере производства, преобразования и потребления информации. Не лишним будет сказать и следующее, что информационное право, отражая в целом целевое назначение или сущность информационно-социально-правовой информации через совокупность норм права, регулирует публичные и частные информационные отношения в обществе, содержит предписания, которые относятся к информационной деятельности в целом, а при определении его содержания необходимо, прежде всего, определять конкретную юридическую совокупность или совокупность юридических норм, регулирующих информационные отношения в обществе. Итак, в нашем лексиконе, я повторяюсь, мы встретили еще одно очень важное понятие, либо будем говорить понятийно-категория. Это информационно-правовые отношения. Кстати говоря, при определении любой отрасли права, выявление круга общественных отношений, составляющих ее предмет, то есть это специфика тех или иных правовых отношений, является вопросом номер один. При рассмотрении информации как предмет праворегулирования, то есть той информации, которая составляет предмет правоотношений, относящихся к различным даже отраслям права, прежде всего, следует обозначить его специфическое содержание, которое подлежит урегулированию нормами права, а именно выделить основной предмет правоорегулирования. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что основной предмет правоорегулирования в сфере информации представляет собой общественные отношения, возникающие в процессе создания, преобразования и потребления информации. Особая разновидность общих, будем говорить, наиболее общих информационных отношений составляет информационно-компьютерные отношения. Ряд ученых придерживается данной точки зрения. Их специфика обусловлена особенностями природы информации на машинных носителях, ну и непосредственной технологической ее обработкой. Хотя данная позиция спорна, но тем не менее она составляет ту совокупность, в которой мы понимаем наиболее общие это информационные отношения. А компьютерные правоотношения как часть их, и соотносятся они как часть к целому. Специфика же информационных, или будем говорить поточнее информационно-правовых отношений, состоит в наличии следующего ряда отличия их от иных общественных отношений. Но прежде всего по объекту, то есть по поводу которых возникает информационное отношение. Это объект, есть информация, в том числе, как мы уже сказали с вами чуть ранее, и компьютерная. Характеризуется также и данное отношение различными видами машинных носителей информации. Но, как правило, здесь выступает компьютер. Данный вид общественных отношений, информационно-правых отношений, предполагает высокую степень случайной и или умышленной угрозы, искажения, утечки информации, заражения, к тому же, вирусом, если говорить о компьютерной информации. Процесс информатизации в целях создания правовых основ их реализации, естественно, нуждается в правом регулировании, в целой профилактике данных негативных явлений. Ну, если это как частная, будем говорить, позиция законодателя, то в более широком аспекте рассмотрения, то правовые регулирования необходимы и для обеспечения конституционных прав граждан на информацию, на разработку, на создание правовых основ разработки, внедрения, передачи, купли программ для ИВН, других средств обеспечения автоматизированных информационных систем. Ну, и в конечном итоге, для формирования и использования информационных ресурсов, включающих электронные банки данных. У всех это слово на, будем говорить, слуху, но, тем не менее, хотелось бы более четко довести до вашего сведения, что же понимается под банком данных. А это именно система специальным образом организованных данных, программных, технических, языковых, организационно-методических средств, и предназначена они для централизованного накопления коллективного многоцелевого использования и управления ими. Вот что мы можем понимать с информационно-правовой точки зрения под банком данных. Мировой опыт правового регулирования общественных отношений в области информации свидетельствует, что соответствующий нормотворческий процесс развивается по трем основным направлениям. Это защита прав граждан на доступ к информации, это защита информации, это, как, в иными словами, обеспечение информационной безопасности, и охрана авторских прав на программы для ИВМ и баз данных. Так вот, если банк данных мы уже с вами определили, то под базой данных понимается форма представления и организации совокупности тех или иных данных. Например, там, статей, расчетов. Причем они систематизированы таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ИВМ. Отечественное законодательство сохраняет определенные преемственность зарубежной практикой права регулирования информационных отношений. Ну, в частности, мы можем найти в ранее уже известном вам законе, федеральном законе 20 февраля 95-го года об информации, информатизации, защите информации, который дифференцировал подобные отношения, сведя их в три основные группы. Данные группы я бы порекомендовал вам следующим образом зафиксировать. Ну, прежде всего, это отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю документированной информации. Это первая группа. Вторая группа, да, кстати, вот под документированной информацией понимается достаточно жесткая понятийная категория. Под документированной информацией это та, которая зафиксирована на материальном носителе с реквизитами, позволяющими, вот здесь самое главное, ее идентифицировать. Это будет первая группа. Вторая группа, это те отношения, которые возникают при создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения. Третья группа, которая зафиксирована в законе, это отношения, возникающие при защите информации, прав субъектов, участвующих в информационном процессе, либо процессах в целом. И информатизация как такового. Содержание данной совокупности правоотношений некоторые авторы определяют как правовую информатику, как право на информацию. Как право информатики, как компьютерное право, наконец. Но, которое, надо думать, образует лишь только составные все части общего понятия информационное право. Ну, достаточно сказать, что если ряд ученых под правовой информатикой, и здесь можно разделить точку зрения данных ученых, следует связывать с информационной концепцией права. То есть, учением об информационной природе права. Где правовая информация, охватывая различные, будем говорить, акты различного уровня принятия, в том числе законодательное, судебное, арбитражное, юридическое право, образует информационно-правовую деятельность как новое направление в юридической работе. Отсюда правовая информатика, как источник необходимых сведений о правовой реальности, подразделяется на информацию, направленную на совершенствование законодательства, можно так классифицировать, оказание помощи органам государственного управления правосудия в осуществлении ими конкретных функций, развитие научных исследований в области права, улучшение подготовки юридических кадров, расширение правовой пропаганды, распространение передового опыта в сфере права. Вот таковы направления действия правовой информатики, как составляющие предметы информационного права. В понятии правовой информации некоторые авторы в качестве структурного элемента включают наряду с официальной правовой информацией, Информация индивидуального правового характера включает неофициальную информацию, то есть материалы, сведения о законодательстве и практике его применения, которые, в отличие от перечисленных видов правовой информации, не имеют юридического значения. Думается, в данном случае следует говорить не официальной правовой информации, а об информационно-справочных материалах, то есть о материалах статистики по правовым вопросам, комментариях законодательства, научных трудах по вопросам законодательства, имеющих, конечно же, важное значение в процессе нормотворчества и практики реализации права. Разнообразие терминов же, вышеприведенных, отражающих специфику данной категории правоотношений, объясняется процессами становления данной отрасли права, как новой, междисциплинарной, комплексной, как мы сказали уже, содержанием которым является, еще раз подчеркиваю, информационное отношение, специфическая совокупность субъектов информационно-правовых отношений, это особый правовой режим получения, передачи, хранения и использования информации, это юридические режимы информации разного содержания, это специфика пользования банками данных и базами данных, ну и в конце концов, это ответственность за те или иные нарушения в сфере информации. Регулирование информационных отношений с помощью права осуществляется посредством установления определенных информационно-правых норм, то есть путем установления правил поведения субъектов информационных отношений, а это речь идет об их взаимных правах и обязанностях, а также применением норм права в процессе взаимоотношения органов государства и граждан, средств массовой информации и общественных организаций. Взаимосвязь между ними, взаимоотношения, взаимообусловленность их прав и обязанностей между ними. Вот всю суть этих категорий и составляет то понятие, которое мы с вами ранее определили как информационно-правые отношения. Было бы совершенно неполным дать понятие информационным правоотношениям и информационного права, если мы не рассмотрим один из центральных вопросов любой отрасли права, это метод правового регулирования в данной сфере общественных отношений, то есть в сфере информации. Так вот, методы правового регулирования в данной сфере отличаются своей комплексностью и направлены на урегулирование четырех основных групп отношений. Ну, прежде всего, это установление соответствующих прав информационных, это ограничение прав, это установление обязанностей и установление различных видов юридической ответственности. Итак, метод правового регулирования это совокупность способов, приемов, воздействия на поведение объектов общественных отношений, возникающих, в частности, в информационно-правовой сфере. Реализация метода установления информационных прав, и сейчас мы рассмотрим все эти четыре группы, осуществляется в области. Это разработка информационных систем и средств их обеспечения. Это установление авторства на информационные технологии, включая программы для ЭВМ и базы данных, а также право собственности на информационные ресурсы и ее защиту. Это создание, передачи распространения информации и информационных ресурсов. Это предоставление информационных услуг. Это защита информационных ресурсов, информационных прав и свобод. Реализация метода ограничения информационных прав осуществляется в области производства и распространения информации ограниченного доступа. Это формирование информационных ресурсов ограниченного доступа. Это ограничение права собственности на документированную информацию ограниченного доступа. Это в области, данный метод реализуется, в области поиска, получения, использования и выдачи информации ограниченного доступа. Ну и в конце концов это определение сведений, относящихся к государственной, коммерческой, конфиденциальной, личной или иной тайны. Реализация третьего метода установления информационных обязанностей, она осуществляется в области создания и распространения информации и предоставления ее соответствующим структурам. Это речь идет о формировании защиты информационных ресурсов. Речь идет о соблюдении правил использования информации ограниченного доступа, а также правил устанавливающих запрет на распространение вредной, ложной информации, дезинформации. Реализуется метод также в области защиты прав личности и общества от воздействия информации, дискредитирующих те или иные, будем говорить, социально-правовые ценности. Либо граждан, особенно в сфере государственной деятельности. Данный метод праворегулирования находит свое место для реализации в области защиты информационных систем и их сетей от неправомерного доступа. И, наконец, четвертый метод установления ответственности осуществляется в области нарушения. Правил создания и распространения запрещенной законодательства информации, а также предоставления недостоверной, несвоевременной, неполной информации. В области нарушения, можно ответить, такой область нарушения, где находится реализация данный метод, это нарушение обязанностей по созданию и распространению необходимой информации, а также по формированию информационных ресурсов. В области прав интеллектуальной собственности, в области порядка предоставления информации юридическим физическим лицам, в области права собственности на программы, на ИВМ и баз данных. Ну и, конечно же, в области норм административного, либо уголовного законодательства Российской Федерации, которые непосредственно устанавливают меры ответственности за нарушения в сфере информации. Хотелось бы упомянуть следующее. 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 тех или иных вопросов, которые вам близки, либо стали непонятны по каким-либо причинам. Так вот, контрольные вопросы, а иными словами можно считать, что это вопросы для самопроверки, сводятся к следующим. Их немного, всего пять. Третий вопрос. И предмет информационного права. Четвертый вопрос. В чем состоит сущность содержания и структура информационно-правых отношений? И, наконец, пятый вопрос. Каковы особенности методов правового регулирования в информационной сфере? Вот таковы вопросы для самопроверки. Разрешите теперь привести небольшой список той обязательной литературы, которая, будем говорить, необходима для понимания основ информационного права. Ну, прежде всего, я бы хотел рекомендовать для изучения, как один из исторически первых источников, это указ президента Российской Федерации 20 января 1994 года, номер 170. Это прежде всего. Но будем говорить и о таком базовом законе, как федеральный закон от 20 февраля 1995 года, номер 24 ФЗ, федеральный закон об информации, информатизации и защите информации. Его вы можете найти в Собрании законодательства Российской Федерации в 1991 году, в номере 8, под статьей 609. Среди литературы, той, которая необходима, еще раз повторяю, в качестве обязательной, хотелось бы выделить работу Агапова. Это основа федерального информационного права 1995 года. Среди других специальных литературных источников, специальных литературных источников, мне бы хотелось рекомендовать вам следующее. Это Андреев, правая информатика. Учебные пособия по курсу. Издательство в Москве, Институт международного права и экономики имени Грибоедова, 1998 года. Конечно же, работа Батчила. Информация как объект праворегулирования. А также ее работа, право на информацию. Можно найти эту работу в проблемах информатизации 1995 года. Ну и, конечно, информационные права, основы практической информатики, учебные пособия, в прошлом году изданные. Достаточно серьезный труд и просто необходим для понимания основ информационного права. Хотелось бы привлечь ваше внимание к работе Батурина. Им написана статья в журнале Советское государство и право в 1989 году. Номер 8 журнал. Называется «Компьютерное право. Краткий реестр проблем». То есть, одна из первых работ в области компьютерного права. На основе которого была написана его работа в 1991 году, изданная в Москве, проблема компьютерного права. Хотелось бы привести работу следующую. Это введение в правую информатику справочные правовые системы, консультант плюс, учебник для ВУЗов. Под общей редакцией Новикова, Камынина. Второе издание в Москве, изданная в Учительной математике и информатике, 1999 года. Важная работа, и мы ее рекомендуем вам, это Гаврилов. Две работы его. Курс правовой информатики, учебник для ВУЗов, позапрошлого года издание, издательство «Норма». И информатизация правовой системы России. Венгеров. Правовой системы России в юридической книгой издательства в Москве в 1998 году. Мне бы хотелось рекомендовать вам также и работу Венгерова, одной из основоположников развития категорий, понятийных категорий, а именно работа Венгерова, категория «информация» в понятийном аппарате юридической науки. Это еще в 1977 году было опубликовано в журнале «Советское государство и право» в десятом номере. Ну и, конечно же, вот серии работ, которые сейчас будут на слайде, необходимо знать и приобрести по возможности. Информатика для юристов и экономистов 2001 года. То есть, если в первом, то в целом понятийная категория рассматривается. Здесь уже специализация идет для юристов и КПЛОВ «Информационное право». Учебное пособие 1997 года. Достаточно интересная работа представлена Рассолова, под редакцией Рассолова. Это «Правая информатика». Учебное пособие 1993 года. Это «Право и информатика» 90-93 год издательства МГУ. Рассолова также «Информационное право», «Анализ и решение практических задач 1998 года». И вот одна из последних работ его «Информационное право», «Учебное пособие», «Москва», «Издательство «Юрист» 99-го года». Вот такова литература, которая представляет собой, будем говорить, обязательный список. Но тем, повторяю, кто желает более глубоко изучить первый раздел лекционного курса, а он в основном, будем говорить, такой методологического характера, на уровне теории, на уровне науки и информационного права, общие вопросы рассматриваются. Понятийные категории, еще раз повторяю. Хотелось бы привлечь ваше внимание к следующему небольшому списку работ, которые мы рекомендуем для, возможно, даже и самостоятельного изучения в рамках какого-то такого первого научного вашего подхода к исследованию данной отрасли «Право». Это прежде всего работа Глушкова «Основа безбумажной информатики» 1982 года, издание. Ряд авторов, это Голованов, Макаров, Семенов, опубликовали методическое пособие в 1993 году и издали его. Оно называется «Информационное и методическое обеспечение криминологического прогнозирования». То есть представляет собой прикладное использование тех теоретических основ, которые выработала теория и практика информационного права и информационного законодательства. Работа Кудрявцева «ЮВ. Норма права как социальная информация» была издана в Москве, издательство «Юридическая литература» 1988 года. Целесообразно также использовать дверь еще работы. Это организация работы с документами, учебник. Его составители и авторы Кудряев, Корнеев, «Ксандопола» и другие изданы в Москве и «Инфраэм» издательство 1998 года. И последняя работа, монография, это перспективные информационные технологии в правовой сфере под научной редакцией Копылова. Москва, 1993 год. На этом вот эти два пространных, возможно, для вас списка обязательной рекомендуемой литературы исчерпаны. Благодарю вас за внимание. Первая часть лекционного курса на этом завершена. Следующие две лекции будут посвящены вопросам, которые вы могли сегодня в начале лекции переписать себе в виде плана лекционного курса. А это, прежде всего, блок вопросов, связанный с информационной безопасностью и защитой информации. Это третья, будем говорить, последняя лекция. А перед этим речь идет о содержании и структуре информационного правового законодательства, где будут рассмотрены основные положения действующего информационного государства Российской Федерации. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего в изучении основ информационного права, информационной безопасности и защиты информации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...